Лето Лето – это средство от комаров Лето – это веселье и жара Лето – это насекомое Лето – это одуваннички Лето – это мороженое Лето – это разные повестки Лето – это запахи цветущего луга Лето – это условия Лето – это романтик Лето – это компещено Лето – это2017 Лето – это теплая Лето – это еще Продолжение следует... 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 Да это всё, я прекрасно, я вам отвечаю, не верьте. Я знаю, вот мы детали на лоб. Наша знакомая недавно пропала, возможно, это как-то связано. А знаете, у меня прекрасная идея, давайте сходим в кино. Ты серьёзно? Ты слышала, о чём мы говорили? И что? Пойдём? Нет. А какой ты не хочешь пойти? Ну, можно начать начать. Нет, 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 я боюсь, я вечно тебя уговариваю. Ничего бы и нет. Что новости будет? Ты как хочешь, мы пойдём. Ну, когда? Может быть, нет. Когда хочешь? Подождите! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня подождалась от выбора. Гласуйте за Клару! Честный парк! Честный парк! Здравствуйте, дорогие дамы! Спасибо, что пришли сегодня в нашу женскую ложу жимолость на это знаменательное событие. Ну и господа, вам тоже здравствуйте. Сегодня в нашей женской ложу проходят выборы президента. Для начала давайте я вам представлю. Меня зовут Клара Гудот. Я являюсь президентом нашей женской лоджии уже многое количество лет. Со временем его управления мы посадили деревья, очистили все водоемы, выхормили бездомных живот, приютили их, помогли им, помогли сиротам, людям, оставшимся без места жительства, высадили огромное количество деревьев. Ну, конечно, это все не моя заслуга, это заслуга нашей прекрасной женской лоджии. Стоп! Дорекие дамы и господа! А что здесь делать у нас с господами? Впрочем, не важно. Меня зовут Эльмира Брама. Итак, сегодня я вам докажу, что она, она колдунья. Как думаете, как можно десять лет, десять лет быть президентом женской лоджии? Вот, эй, она вас всех заколдовала, меня тоже, я не могу из-за нее спокойно жить. Я то колготки порву, то платье, то уроню что-нибудь, то подскользнусь, то упаду, то еще что-нибудь. Может, это не из-за меня, а из-за того, что ты твоя самая лучшая женщина в нашей области? Все знают, что это из-за тебя. Ты колдунья! Из чего ты это взяла? Как вы все знаете, мой муж, Сэм, почтальон. Извини, Сэм, мне нужны эти аргументы, но так вот, он смотрит все ваши посылки и письма. Как неожиданно. Я видела, лично видела, как она закатывала книжки по черной магии. Эльмира, ну ты не понимаешь, да послушай, да послушай. Я все понимаю, это ты, ты все, я все время падаю из-за тебя, из-за тебя у меня жизнь не может быть спокойней. Я что-нибудь роняю, что-нибудь рву, что-нибудь пачкаю, это все из-за тебя. Но, но я, я ее выиграю. У меня сэм, дейм, 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 дейм. Это зелье, которое я приготовила из змейной чешуйки, из своей крови, из пухлоица, из шерсти обезьян. И сейчас я его выпью. Эльмира, ты уверена, что нет права? Я уверена. Точно. Уверена. Ладно. Браво. Вам присесть? Так вот, в этом году, я предлагаю в этом году… Ой, есть среди вас врач. Ну, Эльмира, пойдем, вставай, пожалуйста, не умирай. Я тебе все буду помогать, я тебе отдам свой пост президента, ну, на месяц. Я как раз хотела съездить в водку, отдохнуть, свести пчел и ходить за медом. А вы это если… Ой, извини, пожалуйста. Ну, пошли, пошли. Пойдем. Ой. Ой, забирай свои деньги. Пойдем к врачу. Добро пожаловать. У-у-у! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лето. Лето. Море. Солнце. Насекомые. Морозные. Цветы. Иглы. Лето. Это игры. Давайте. Здравствуйте. Какие красивые. Даша, ну ты где там моя база там? Папа, папа, посмотри, пожалуйста, смотри. Вот, на витрине. Теннис на ютубе. Помнишь, я тебе вчера о них весь вечер рассказывала? Да, помню. Правда красивые? Да, классные. Тебе нравятся? Конечно. Ты бы хотел себе такие? Когда был молодым, конечно, хотел бы. А ты мог бы мне их купить? Пожалуйста. Вот, Машенька, зачем мне тебя? Теннис, а такие же красивые красотки? Ну, ну это не то, понимаешь? Я к тем уже осенью ходила. Они пропитаны дождем и слякотью. А эти, у них только ноги. Поставишь, так сразу хочется лететь по всему городу со скоростью света. И еще, у них такое ощущение, как зимой высовываешь ноги из теплого одеяла, на ветер, который подумал с распахнутого окна, и держишь их так долго-долго. Или как переходишь в брод речку, и потом чувствуешь, как уже на полдюйма ты ниже по течению. Купи мне их, пожалуйста. Знаешь, а ты не хочешь сама на них заработать? Я тебе помогу устроить свой этот магазин. Знаешь, а ты прав. Я попробую сама на них заработать. Я должна добиваться всего сама. Пойдем, завтра же устроимся на работу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Будьте осторожны. Хорошо? Пока. Продолжение следует. Здравствуйте, мои любимые телезрители. С вами мои любители пряда клеек и тяпок. С вами я, ваша любимая телеведущая, Арина Огородова. Как вы знаете, я агроном. И сегодня бы я хотела поднять такую тему, как беспозвоночные из вида первична рота. А проще говоря, червы. Для того, чтобы вы получили хороший урожай, почва должна быть плодородная. А помогать развлеклить ее на черве. Как известно, многие огородники сталкиваются с нехваткой червей. Почвей не хватает кислорода. Из-за этого нехватка урожая. Витамины и минералы не попадают на ваш стол. Овощи и фрукты на праздничный стол тоже не попадают. Из-за этого болезни. Но я знаю, как вам помочь. Я смотрю на червяка. Вижу мягкие бока. Ой, стекзам, как крючок. Что за милый червячок? Только где же голова? Где же глазик или два? Может лучик ярким был? И червяк глаза закрыл? И вправду. У червей голова с двух сторон. Поэтому, если распилить их надвое, вы получите два червя. Этим способом мы пользуемся из поколения в поколение. От матери к сыну, от матери к дочери, от отца к сыну. Если разрубить. Просто берем и рыжим червя надвое. Я считаю, что это глупость. Это полный бред. Биологически невозможно. Это странная додумка перед штык прошлого. Я считаю, что это странно. Не весь этот взявшийся стереотип не должен существовать. И тем более не должен пропагандироваться по честным каналам. Ты вообще говоришь. Это ненормально. Ты не слышишь? Кстати, это уже что ли? Иди отсюда. В следующий раз мы еще расскажем о комидоровой растительной. Да, лето это яркое солнце. Лето? Это теплая речка. А мне кажется, лето это прогулка с друзьями. Мам, помаши. А что для тебя лето? Много солнца. Спасибо. Мам, помаши мне. А что для тебя значит лето? Булет до утра. Спасибо. Папа, помаши мне. А что для тебя значит лето? Счастье не дергамо. Спасибо. Тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Миссис Андерсон, Миссис Андерсон. Тишина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но сначала, можете ли вы мне сделать одно маленькое одолжение? Помните ли вы, когда в последний раз одевали кроссовки «Кролевская корона»? Десять, двадцать... Нет. А торгите где-то вам назад? А что? Ну как, что миссис Сандерсон? Разве вы не должны уважать своих покупателей? Вот, например, пробовать же свои изделия кондитер. Ну, ты уже, наверное, заметила, что я авута. Ну не в теннис, мисс. Как вы их можете продавать? Да сами не помните, каково вы. Ты прям уверена, что нужно носить теннис, когда ты можешь их продавать. Мне бы ужасно хотелось этого. Ну а пока я расскажу вам все остальное. Ну вот смотри, вы мне их продаете, но я нужна вам еще один дом. Знаете, что проявляю? Что же? Я буду бегать туда-сюда, по всему городу. Буду доставлять и забирать посылки, переносить вам кофе, потом бегать на Телегра, библиотеку, по всему городу. Как они мне? Идеально? Нет, 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 не садитесь здесь. Пожалуйста, миссис Андерс, попробуйте сейчас туда-сюда. Ну, может быть, покрытый. Ну, а пока вы сидите с вами прохватно в магазинчике, я бегаю по всему городу. И? Ну, это было не я, а ваши теннисы. Дитя мое, а как ты смотришь на то, чтобы заработать в этом родном магазине, но вообще не спитать? Спасибо, миссис Андерсон, но я еще не знаю, как вы ждете. Знаешь, я вижу, и мне кажется, я знаю, что ты сможешь спать с кем угодно, и никто не сможет тебе кончить. Так, 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 поднимай, пока что. Какие же они красивые! Так, смотри, Адми, вот тебе с десяток помещений, девушек, доброе счастье, и ты будешь свободна, целый парень, сказы, поэтому не знакомы. Спасибо, миссис Андерсон! Подожди. А можешь мне рассказать, какие ощущения? На что они похожи? На антиопу? Может, на газель? Да-да, все именно так, я побежала. Антиопа, она что такая? Она молодая, энергичная, веселая. На антиопу. На газель. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо. Как ваши внуки? Очень хорошо. Как вам на весе? Довольно все прекрасно. Смотрю я на вас и вспоминаю свои года, когда я была дождей. Вы? Вы никогда не были маленькими. Посмотрите на себя. У вас морщины, седые волосы. Я не похожа, наверное. Вы никогда ведь не прыгаете. Ну, потому что я постарелая, и у меня валит спина. Ну, миссис Бенкли, нехорошо нас обманывать. А мне мама говорила, что брать нехорошо. Не врите нам. Ладно, я вам докажу. Ну, докажите, посмотрим. Она ничего нам не докажет. Ну, я тоже тебя... Ну что, миссис Бенкли, это... Это мой бедный бедный бедный. Он же выглядит как новый. Вы могли его купить. И у моей подруги есть точно такой же. Ладно. Вы на эту девочку взяли? Да. Мы могли взять. Нет. Ну, ладно. Вот это я в детстве. Моя порода. Извините, миссис Бенкли, но вы на эту девочку вообще не похожи. Да. И как ли? Да. Это могла быть ваша внучка. Вы взяли ее у кого-нибудь? Все эти вещи ваши внучки. Бадыш, говорите. Если вы уверяете, я бы не могла только прыгать на скакалку. Докажите. Если у вас получится, мы вам поверим. Ладно. А, спина! Ты что? Миссис Бенкли, вы в порядке? Не хорошо. Садись. Ну вот. Зачем же вы нас обманывали? Вы даже попрыгать не можете. Иногда мы обманываем. Крыш, отсюда! Да и спорно! Да и спорно! Нам не очень-то и хотелось. Это же дети. А я же бабушка. Значит, они... Я на них отвечала. Они же не могут убедить того, что не смогут. Лето... Лето мокрая одежда. У нас есть. Лето. Это поездка в очень жаркой машине. И укус моральня, который собрался на себя из кустов. 31 августа. Тоже лето. Лето – это когда снова придется идти в школу. Лето – это постоянная жажда. И Сонма не выйдет погулять. Она на целое лето уезжает на дашу. Да, лето бывает разное. Давай о чем-нибудь поговорим. Например, знаешь, о чем хочешь? Мне без разницы. А о чем мы поговорим, когда тебе приходится на участие на курсе? У нас же куча учителя на помог. Мы можем поговорить вот о чем-то простом. Мы все понимаем, что в школу. Ну, я думаю, у тебя не больно. А насчет того, что все изменится, там же тоже будет все хорошо. И там у тебя будут тоже новые, хорошие друзья, к которым ты в конце концов привыкнешь. Ну, там не будет тебя. Или есть и есть труска. Например, нельзя быть в своем комнате, чем не придется спать в зале. Да, но в этом зале столько раз уже вспоминаем. Там они тоже будут. И, возможно, даже лучше, чем здесь. Да, возможно, тебе сейчас кажется, что они не будут такими же. Но уверена, как-то тоже будут шансы. Но я все равно буду участвовать. У нас с тобой столько всего произошло. И мы знакомы с самого-самого раннего детства. Слушай, а ты обещаешь, что будешь мне звонить? Обещаю. Обещать буду. И даже приезжать на каникулах. Если ты захочешь, я могу общаться с тобой. Ну, хоть и иди. Да, было пустое. А когда я буду с тобой, это еду сюда. И мы снова будем дружить. Именно вживую. Старайтесь, зачем-нибудь зажать. Стараюсь. Но... Я не хочу, чтобы ты не держалась. Я тоже. Я просто без такого родного. Потому что ты чужой, не видишь. Ты знакомы с тобой. А ты обещаешь, что не испугаешься и будешь с ним? Обещаю. Хорошо. Мне надо делать парад. Пробудешь, что я? Нет. Извини. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Мои летние воспоминания, как мы вылавливали СГИУ из общественного бассейна. Сklärники muchos усл Видят всё. Мои летние воспоминания, это как мы выставали из бассейна подругу по печке Змея. Мои летние воспоминания, как мы с родными гуляли на даче. Мои летние воспоминания — это прогулки по лесу. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ